Нас помогают резонировать с нашими тонкими началами, вызывать в них глубокий резонанс, позволять очень много чего делать, напитывать их потенциалом и, соответственно, работать для преображения мира. Потому что звук — это волна. Мы знаем, что волны бывают взрывные. Кто знает теорию взрывных волн, те понимают, о чём я говорю. То есть у нас все эти моменты, они есть. И где-то чуть-чуть об этом в физике говорится, но в силу того, что наука выхолощенная, нам разрешают знать только то, что, собственно, навредить системе не может, по большому счёту всё контролируется, то вот мы живём так, как мы живём. Но нам нужно традиции возвращать не только слог «ом», «эм» пропевать, а и «ор», и «од», и «об», и все остальные, и «пама», «паба», и все эти слоги, о которых я уже сказала, это всё тоже надо пропевать. Так вот, когда мы проговариваем слов «ом», то мы понимаем, что мы работаем с тонким началом нашего ментального тела. Ну хорошо, и теперь мы добрались до тела, которое отвечает за наши события. Вот представьте, вот я ещё хочу немножко назад вернуться, какое количество сейчас мантр, ну вообще правильное название «минтер», сейчас создано, и нам не дают ни с каким больше телом поработать. А почему? Потому что если мы начнём работать там, например, с эфирным телом, с астральным телом или, например, там, я не знаю, с божественным телом через звук «ба», пробивая его, то мы же не просто стимулируем как бы новые начала и резонанс с чем-то, а именно с тем божественным, что позволяет открыть способности и возможности. Потому что все наши возможности, все наши способности, они в нас заложены по праву рождения. Единственная причина, по которой они не раскрываются, это потому что у нас дефицит потенциала, дефицит энергии. Так вот получается, что когда мы начинаем работать с этими слогами, мы начинаем подпитывать свои тонкие тела и тем самым начинать проявлять свои способности и возможности. Поэтому то, что нам разрешили слово «ом» — это великое чудо. Но сами понимаете, что обострить мыслительные процессы можно хорошо. То есть вы в состоянии измененного сознания проговариваете звук «ом» и потом команду после него. То есть какую команду вы даёте своему ментальному телу, своему телу мысли? Вот, соответственно, то вы и получаете. Ну, самая знаменитая такая мантра, как «Ом мани падме хум». Вот если её перевести, то она переводится «О жемчужина, сияющая в цветке лоткоса». Ну, то есть тут даже вообще… Вот представьте, вы произносите звук, слог «ом», а потом про жемчужину. Какую команду в данный момент вы даёте? Причём на том языке, который, ну, будем так говорить, он новодельный. То есть на новодельном языке человек произносит фразу, которая никакого отношения не имеет к преображению нашего ментального тела. Вот здесь мы задаёмся вопросом, как система легко и круто изурочила нам понятийный ряд, чтобы, во-первых, забыли, какие звуки будуражат и соответствуют каким нашим тонким началам, и соответствуют каким командам, чтобы работать с нашими тонкими началами. То есть всё забыто, надо всё это восстанавливать. Я понимаю, что я сейчас такое количество людей на хвост наступаю с их знаниями, пониманиями. Я никого не хочу обидеть. Но я пришла сюда только для того, чтобы вы ещё быстрее эволюционировали, чтобы у вас ещё больше успехов было, чтобы вы знали, как вот со своим энергобалансом, энергоаппаратом, в том числе физическим телом, взаимодействовать так, чтобы у вас были сплошные успехи. Вот мы сегодня пришли, чтобы творить, ну, на это видео, по крайней мере, я пришла, для того, чтобы после этого видео вы смогли со собой творить самые невероятные преображения, чтобы у вас случались самые крутые, просто невероятные способности раскрытые. И это было бы вот вашим достоянием, чтобы вам не приходилось корпеть с одной мантрой ом, да, и с последующими словами, которые вообще ничего не значат всю жизнь, и ничего не получая, кроме условно обнуления, потому что обычно это делается в медитации. Нам же нужно не только обнуление, нам же нужны потенциалы, нам нужны способности, возможности, которые нам дарованы по праву рождения. Поэтому, естественно, я акцентирую на этом внимание. Поэтому всегда проверяйте, почему система разрешает, почему это в открытом доступе, куча к них на эту тему. Всегда есть подстава. Это говорит о том, что нас оболванивают и дают как бы полузнание. Мы знаем, что полуправда хуже, чем ложь. Почему? Потому что ложь мы сразу засекаем, мы понимаем, что что-то не так. А вот полуправда, она вроде бы как будто чувствуешь, что звук ум, да, он твой, как-то вот прям душа откликается, всё откликается. А потом, ну, вроде да, должно быть вот так. Ну, не так это должно быть, должно быть по-человечески. Ну и последнее слово, которым я хотела сказать, это слово «ка». Вот мы знаем, что даже в египетских всех традициях «ка» — это преддуша и меркаба, да, все наши вот эти учения, это всё вот оттуда примерно. Потому что слог «ка», он соответствует как раз телу наших событий. То есть если мы произносим «ка», да, то, причём на распев, точно так же «ка» — это как звенящая зудя всякая, то есть она глубокая вот там и «а» на распеве. То есть получается, что мы начинаем стимулировать этим слогом проявлять в наше тело событий. Вот особенно я обращаюсь к тем, у кого, к сожалению, складывается так судьба, которая, ну, условно, не нравится. То есть есть пожелание, чтобы что-то было лучше, чтобы всё складывалось как наилучшим образом. Соответственно, вот это тот ключ, который поможет как бы вот прям завести потенциал вашего тела, казуально отвечающего за события, за цели воплощения, ну, так скажем, целевые, да, то есть для чего как бы вы сюда пришли, какие вы ставили себе пути. Вот, как раз слог «ка». А какую команду вы зададите, это уже, соответственно, ваше дело. Ну, хорошо, теперь поговорим о командах, которые наши предки произносили в Минтрах. Да, вот то, что сейчас я буду говорить, коротенькие предложения, так делали наши предки. Я уже говорила, что в нашей традиции было огромное количество правильных функций. Я каждый раз, вот мне уже кажется, что у меня на языке мозоль, я говорю, что раньше у нас не было отрицательных смыслов, у нас не было отрицательных слов, у нас вообще не было ничего, что нас бы приводило к горести, к бедам, проблемам, потому что если ты резонируешь с чем-то светом, ты становишься светом. Если ты, ну, как бы резонируешь с болью, ты становишься болью. Вот в нашей традиции даже слов таких не было, которые обозначали что-то такое отрицательное, негативное. Так вот, соответственно, получается, что в наших традициях у каждого Бога были свои правильные функции, или, как сказать, приветствия, или смысловые нагрузки, или потенциалы по-современному, да, энергии, которые они даровали нашим предкам и даруют сейчас. Ну, давайте вспомним. Правь, богиня, правь — это благие совершения. Богиня Леля — это божественно блажь или ленья. Вот мы говорим, что мы лелеем своих детей. Вот как раз это по богине Лели. Бог Троян — это божественная судьба, или старое слово, которое звучит как габино. У богини Яви — это удача, у Радигаста — радость, у слави — слава и почёт, у бога Желия — это терпение и исполнение желаний, у Костромы — это вечность, у Семаргла — воля и твёрдость, у Берегини — бережение, у богини Нави — мира, у богини Тани — благость, у бога Перуна — праведность, у богини Магоще — могущество, у бога Святовита — мастерство и процветание. Я надеюсь, что меня слышно. У меня опять Костромы выскочило, боже. Андрей, меня слышно? Да, тебя слышно, всё нормально. Хорошо. Богини Магоще — могущество. Я уже не знаю, с телефона как-то очень странно депрансляться. У бога Святовита — мастерство и процветание, у богини Мары — святость, у бога Хорса — всего хорошего, у богини Лады — лады и согласие, у бога Стрибога — здравия крепкого, у бога Вея — мудрости, у бога Ярилы — счастье, у бога Велеса — величие и, соответственно, у богини Купалы — это прощевание. Так вот, вот эти 24 функции или потенциала мироздания, потому что мы формировали наш эгрегор древний, это даровалось нам. Так вот, мы программировали наши тонкие энергии, наши тонкие тела, произнося именно эти пожелания. То есть мы проговаривали, например, тот же самый знаменитый звук Ом. Ом. Потом к какому богу мы обращаемся? То есть к какой канал мы хотим открыть на себя? Например, богиня Прави. Ом. Прави. Потом что мы делаем? Мы читаем «минтру», «минтру», потому что мы хотим? «Свершение благих от этой богини» и «рцем». «Рцем» — это произносить. То есть если мы быстро эту мантру произнесём, то получается «Ом. Прави. Минтру. Свершение. Рцем». Вот такая вот «минтра». Когда мы смотрим на любую «минтру» или «мантру» по-современному, мы должны каждый слог понимать. То есть первым слогом мы будоражим то или иное начало в себе энергоинформационное. Вторым слогом мы призываем кого, то есть какого бога, какую частоту мы хотим сейчас в виде канала на себя спустить. Дальше у нас идёт, соответственно, что мы делаем? Мы читаем ей «минтру», то есть «минута ра» или «мантру» по-современному. Потом идёт функция, то есть что мы хотим, какую команду дать, например, как в слоге «Ом» своему ментальному телу. То есть мы хотим взять «совершение», «благие». И потом «рцем», то есть мы произнесли это. В целом, ещё раз повторюсь, как эта мантра звучит. «Ом. прави», «минтру», «совершение благих» можно добавить «рцем». Если мы хотим ту же самую мантру, но, например, для своего физического тела проговорить, для того, чтобы оно взяло вот это благое свершение. Я объясню, кому это может быть интересно. Я сейчас по всем телам пройдусь, потому что я как бы это знаю, но я всегда стараюсь объяснять так подробно, чтобы у человека как раз всё сложилось в своей голове, чтобы для каждого тела понимал, как использовать. Ну, смотрите. Значит, у нас в стрибах он отвечает за крепкое здравие. Я уже сказала, да, что функция крепкое здравие. Если мы хотим физическому телу перенести крепкое здравие, то мы будем произносить слог «ор», которое воздействует на физическое тело. Ор, стрибагу, минтру, здравие, рцем. Это та мантра, которая позволит физическому телу обрести здравие. То есть мы звуком «ор», стрибагу, минтру, здравие, рцем. Но это я уже так легонечко пропиваю, потому что мантра, она действительно хорошо, когда пропивается. То есть когда человек находится в медитативном состоянии, можно закрыть глазки, можно сесть, можно там хоть в позу лотоса, хоть как вам там удобно. То есть вы находитесь в состоянии расслабленном. Для того, чтобы открыть этот канал, вы произносите, для того, чтобы взаимодействовать, преобразить и излечить своё физическое тело. А у нас сейчас, видите, то химтрейлами нас поливают, то заразу какую-то нам пускают, то ещё какую-то там распыляют в воду гормоны. Сейчас на законодательном уровне, кто не знал, у нас гормоны в водичку вливаются, якобы для пропилактики. Мы сами понимаем, что это очень такая тема скользкая. Так вот, когда мы произносим эту мантру, то есть мы воздействуем звуком ОР, как детки орут, они кричат, они тренируют своё физическое тело. Мы произносим звук ОР. Потом, кого мы хотим призывать для крепкого здравия? Бога Стребога. Потом произносим слово мантру, что мы именно обращаемся, что это наша песня для взаимодействия в канале. Крепкое здравие, Арсен. То есть это выглядит очень просто. И мы на каждое тело можем воздействовать вот этими мантрами через потенциалы богов. Я отдельно перечислила бога и функцию. Соответственно, отдельно я произнесла тела, то есть на какие тела таким звуком воздействуют. Ну, например, мы хотим, чтобы у нас был постоянный лад и согласие. Что мы будем для своей души проговаривать, чтобы лад и согласие был в нашей душе? Мы будем говорить слов ма, произносить лада, богиня лада, мантру или минтру, лада и согласие. Можно просто слово согласие или просто согласие, лада и согласие, или согласие лада рце. То есть в целом мантра будет звучать следующим образом. Ма лади минтру согласие. Субтитры подогнал «Симон»